Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, друзья, мы рады очередной возможности провести полноформатные консультации между министрами иностранных дел Республики Беларусь и Российской Федерации. Напомню о том, как Владимир Владимирович Путин в своем послании к Федеральному собранию 20 февраля высказался по поводу нашего взаимодействия. Он сказал буквально следующее, считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках союзного государства России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере. Чем, собственно говоря, мы и занимаемся, углубляя сотрудничество по поручению двух президентов. Как вы знаете, сейчас функционирует двусторонняя рабочая группа по реализации положения договора о создании союзного государства. И ее деятельность идет достаточно активно, конкретно, профессионально и уверен, что она увенчается успехом. Что касается взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, то оно традиционно тесное, доверительное, регулярные контакты на уровне министров, заместителей, директоров департаментов. Совсем недавно были консультации в соответствии с нашими планами, состоявшиеся по общеевропейской проблематике, по консульским делам. Завтра-послезавтра в Москве состоятся консультации по линии подразделений, которые ведут проблематику гуманитарного сотрудничества. Ну и в целом программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы реализуется весьма и весьма активно, эффективно в соответствии с графиками. И сейчас мы работаем над очередным проектом программы на следующий двухлетний период. Всегда рады видеть наших белорусских друзей. Мы сейчас очень полезно и предметно в узком составе поговорили. Теперь в расширенном составе обсудим ряд других вопросов. Добро пожаловать еще раз. Спасибо, Сергей Викторович. Рад видеть вас на очередной традиционной нашей ежегодной встрече. Мы, как известно, регулярно обмениваемся ежегодно рабочими визитами поочередно в Москве, в Толминске. Рад видеть вас. Благодарен за то, что вы нашли возможность встретиться именно сегодня. Хоть у нас была запланирована встреча на завтра, но с учетом того, что завтра начинаются мероприятия в Нур-Султане, я должен быть там. Поэтому спасибо за готовность пойти на встречу. Я считаю, что наша встреча в этом году носит особый характер. Почему? Потому что мы в декабре будем отмечать 20-летие союзного государства. Это юбилей. И это повод поговорить о том, с чем мы придем к этой дате. И я думаю, что мы уже начали обсуждать, мы должны обсудить и то, как мы на разных уровнях будем встречать эту дату. Вы упомянули о том, что действительно создана рабочая группа, которая занимается анализом поступивших с обеих сторон предложений относительно дальнейшей интеграции наших государств. Я думаю, что с учетом результатов состоявшейся встречи между нашими премьер-министрами, эта рабочая группа будет работать эффективно и в ближайшее время сможет доложить уже конкретные результаты по сближению имеющихся на данный момент каких-то разногласий. Но то, что нам предстоит сделать по линии внешнеполитических ведомств, мы свою работу сделаем. Мы, я думаю, к осени подготовим новую программу согласных действий в области внешней политики. Мы на 2020-2021 годы. Здесь у нас, я думаю, проблем тоже нет. Мы готовы обменяться соответствующими идеями, предложениями на все счет. Очень встреча важна еще и в том плане, что и в Евросоюзе в эти дни, и в ряде стран-членов Евросоюза, и стран наших соседей происходят важные политические события. Я думаю, что очень важно будет обменяться мнениями относительно итогов этих политических событий. Я имею в виду выборы в Европарламент и президентские выборы в ряде стран. Есть у нас важные вопросы, которые мы должны обсудить и в сфере безопасности, вооружения, разоружения и контроля над вооружениями. Я думаю, что сегодняшняя встреча является прекрасным поводом для того, чтобы, как всегда, открыто и конструктивно обсудить имеющиеся вопросы, ну и выработать совместные подходы по решению тех проблем, которые существуют в нашей поездке дня.